Приветствую, друзья! Сейчас мы поговорим с вами об особенностях питания при сахарном диабете. Вы знаете, что сахарный диабет, особенно сахарный диабет второго типа, это очень распространенное заболевание во всем мире. Порядка 500 миллионов человек страдают в мире от этого заболевания. И причина этого заболевания, сахарного диабета, особенно второго типа, это неправильный обмен веществ в организме и нарушение в усвоении глюкозы в крови человека. И питание, поэтому, да, это болезнь обмена веществ сахарного диабета второго типа, и питание при нем громадную роль играет, колоссальную роль. И на самом деле правильное питание для людей, страдающих диабетом именно второго типа, это 90% всех людей в мире, правильное питание при диабете второго типа, это возможность стать полностью здоровым и полноценным человеком. И это на самом деле абсолютная реальность, это один из четырех составных элементов того, как избавиться полностью от сахарного диабета второго типа. Правильное питание. И еще есть три важных элемента, о них мы разговариваем в других видео на нашем канале. И подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Итак, основные правила питания при сахарном диабете. Первое. Питание в течение дня нужно разбить на примерно 5 приемов пищи, и эти приемы пищи должны быть по возможности в одно и то же время. Еще раз. 5 приемов пищи, может быть даже 6. Ну, 5 нормально. И эти приемы пищи должны быть по возможности в одно и то же время у вас. Второе важнейшее правило. Никогда не пропускайте завтрак. Почему? Потому что завтрак, именно завтрак, помогает поддержать в норме уровень сахара в вашей крови. Третье правило, важное. Последний прием пищи должен быть не позже 2 часов до сна. Я вообще рекомендую 3 часа до сна. Последний прием пищи. Четвертое правило. Если у вас сахарный диабет, то есть вещи, от которых надо полностью отказаться. Полностью отказаться. Крепкий алкоголь, искусственные сладости. А что такое искусственные сладости? Это конфеты, шоколад, различные сладкие напитки. Даже с подсластителями. Различные напитки. Это тоже от них рекомендуется отказаться. От фастфуда и от полуфабрикатов, которые продаются в магазинах. Вот все, что в упаковках таких красивых продается и так далее, лучше всего от этого отказаться. Потому что иначе сахарный диабет не уйдет. Следующая рекомендация, и она очень четкая. И наши ученики, у нас тысячи учеников, которые избавились от сахарного диабета. Наши ученики демонстрируют именно эффективность этого подхода. Это переход на полноценные цельные продукты питания. Что такое цельные продукты питания? Цельные продукты питания, они созданы природой, а не путем каких-то химических реакций и технологических изощрений пищевой промышленности современной. На самом деле, современная пищевая промышленность – это реальный филиал химической промышленности. Следующий момент, очень важный. Каково идеальное соотношение белков, жиров и углеводов в нашем питании? Для того, чтобы избавиться от сахарного диабета второго типа, идеальным соотношением белков, жиров и углеводов – это такое. 20-25% по калорийности питания в дневном рационе – это белки. Больше растительные – меньше животные. 50% углеводы – это сложные углеводы с низкой гликемической нагрузкой. И 25-30% опять же по калорийности – это жиры. Какие жиры мы рекомендуем? Это полезные полиненасыщенные жиры, но обогащенные витаминами группы Е и витаминами группы В. Это самое полезное то, что можно использовать для того, чтобы справиться с сахарным диабетом. Могут входить в рацион питания и насыщенные жиры, но их должно быть от общей калорийности не более 7% за день. Поэтому лучше всего, конечно, кушать полезные ненасыщенные жиры. А где они находятся, полезные ненасыщенные жиры? Они содержатся в жирных сортах морской рыбы, они содержатся в орехах. И, например, это оливковое масло первого голодного отжима. Это тоже полезные ненасыщенные жиры. Следующий момент, касающийся жиров. Есть такое понятие трансжиры. Что такое трансжиры? Трансжиры – это жиры, которые подверглись технологической обработке. Технологической обработке, промышленной технологической обработке. Например, маргарин. И то, что делается с помощью маргарина – это кондитерская выпечка, всякие магазинные соусы, которые продаются в магазинах, майонезы разные. При сахарном диабете этого нельзя. И вообще нормальному человеку, который следит за своим здоровьем, это в принципе ни в коем случае мы не рекомендуем это есть. Какой главный враг диабетиков? Главный враг диабетиков – трансжиры, о которых я уже сказал. И главный враг диабетиков – не жиры вообще. Вообще жиры полезны и необходимы, абсолютно необходимы. Трансжиры – это враг. И главный враг – это простые углеводы или углеводы с высоким гликемическим индексом. Они очень быстро дестабилизируют уровень сахара в крови. Друзья, углеводы с высоким гликемическим индексом быстро дестабилизируют уровень сахара в крови. И дальше я расскажу вам, как детально с этими всеми вопросами разобраться. Может быть, что-то сложно для вас звучит. И наша рекомендация важная, важная для людей, у которых сахарный диабет. Мы рекомендуем кушать только то, что приготовили сами или ваши близкие приготовили из натуральных продуктов. И почаще сначала, когда вы переходите к этому питанию эффективному, почаще проверяйте, какое воздействие оказывает на уровень сахара у вас в крови те или иные продукты, которые вы едите. Это очень важный момент. На самом деле, на территории постсоветского пространства считается, что стандартом для назначения диетического питания для диабетиков является диета номер 9 или стол номер 9. И там расписаны продукты, которые вроде бы можно и нельзя употреблять. На самом деле, многие вещи, к сожалению, из диеты номер 9 устарели на данный момент. Сейчас. Точка зрения современной науки несколько другая. И не все так просто, как кажется. Если у вас сахарный диабет или у ваших близких сахарный диабет, и вы хотите вылечиться и жить дальше полноценной здоровой жизнью, нужно вот тем вот вещам, тем особенностям питания, о которых я говорил, уделить максимум, максимум внимания. И на самом деле, для того, чтобы полностью избавиться от сахарного диабета, мы рекомендуем и используем особое питание, особую диету, с помощью которой люди с диабетом второго типа выздоравливают раз и навсегда, а при диабете первого типа значительно улучшают свои показатели и поднимаются на ступени выше к более здоровому полноценному образу жизни. При ладодиабете в начальной стадии тоже можно полностью от него избавиться. А в любом случае, можно значительно лучше улучшить свое качество жизни. Это питание или диета с низкой гликемической нагрузкой. И она основана на том, что нужно придерживаться такого питания, которое будет минимизировать колебания уровня сахара у вас в крови. И определенного показателя гликемического индекса и гликемической нагрузки продуктов в течение дня. А что такое гликемический индекс? Гликемический индекс показывает реакцию нашего организма на тот или иной продукт. В частности, как продукты воздействуют на показатели уровня сахара в крови. Есть таблицы с уровнем гликемического индекса. И вы отлично должны понимать, что высокие показатели гликемического индекса означают, что такие продукты не подходят к употреблению при сахарном диабете. А вот низкий показатель гликемического индекса – это продукты подходят. Причем наша рекомендация такая – вы не должны есть продукты только потому, что они вам подходят. Вы должны есть продукты, которые вам подходят и нравятся. Тогда это эффективно работает. Это эффективно работает. Это на самом деле есть множество особенностей, которые питание, диету с низкой гликемической нагрузкой отличают от стола номер 9. И почему люди могут стать здоровыми и счастливыми. Во-первых, гликемическую нагрузку нужно очень серьезно дозировать и распределять в течение дня показатели гликемической нагрузки. Равномерная должна быть гликемическая нагрузка в течение дня, чтобы у вас не было резких скачков в крови. Второе, что очень важно, надо кушать маленькими порциями, но часто. Маленькими порциями, но часто. Ну, относительно часто. Я говорю 5 раз в день – это нормально. Это завтрак, обед, ужин. Это второй завтрак и полдень. Это нормально. И как я уже сказал, ужин за 2, а лучше за 3 часа до сна. Это очень важный момент. Следующее. Мы уменьшаем количество потребляемых углеводов и увеличиваем количество белка. Белок нам крайне необходим. Это не значит, что мы должны отказаться полностью от углеводов. И есть там, например, только мясо. Есть такие диеты, так называемые, которые говорят, вот ешьте вот это вот и будет хорошо. Я не сторонник этих экстремальных диет, они долго не работают, работают очень недолго. И вам в любом случае нужно небольшое количество глюкозы, которая приходит с углеводами в организм. Но именно ключевой вопрос – это небольшое количество. А если есть только один белок, это сильно вредит вашим почкам, костям. И крайности мы должны отбросить. Приводим на сложные углеводы, которые очень медленно освобождают содержащийся в них сахар. И сознательно увеличиваем потребление белковых продуктов. Но в целом углеводная пища уменьшается в нашем рационе. Овощи исключительно полезны. Вот овощи – это те, образец тех углеводов, которые полезны нам. Ну еще много есть рекомендаций, более детальных я расскажу, как сейчас, где вы их получите. Дальше. Углеводы мы кушаем вместе с белками. Это очень важный принцип. Углеводы мы едим вместе с белками. И мы должны кушать намного больше белка и всегда при употреблении углеводной пищи. Почему? Потому что белок помогает усваиваться углеводам намного медленнее. Например, хорошая комбинация – это яйцо скушать с фасолью. И, например, с цельнозерновым каким-то тостом или еще с чем-то. Но очень пагубный вариант что-то скушать – это тост с джемом. Знаете, это стандартные завтраки, да, бывают. Тост с джемом или круассан с джемом. Такое ни в коем случае есть нельзя. Круассан – это вообще яд, на самом деле, потому что их практически везде с маргарином делают. Лучше вообще такого есть. Яблоко, например, хорошо съесть с горстью орехов или семечек. Потому что белок, который содержится в орехах или семечках, снижает гликемическую нагрузку этого яблока. И белки тоже с полезными жирами, они тоже снижают гликемическую нагрузку того, что мы едим. И очень важный принцип, который вы должны запомнить. Все, что замедляет процесс высвобождения сахара из продуктов питания, снижает его гликемическую нагрузку. Наоборот, то, что усиливает процесс высвобождения сахара из продуктов питания, повышает гликемическую нагрузку. Одни и те же продукты, в сыром виде одинаковые, могут иметь совершенно разную гликемическую нагрузку, когда мы при разном способе употребления. И разный способ употребления это означает, что, допустим, если даже вот возьмем пресловутую картошку, это не самый полезный для диабетиков продукт, скажем, далеко не полезный. Но у нее совершенно разная гликемическая нагрузка, если, например, ее спечь, если, например, ее сварить, если, например, ее поджарить, если сделать, например, картофель фри. Совершенно разная гликемическая нагрузка будет. И картофель фри – это страшный яд для диабетика. И нужно это понимать. И жареная картошка тоже. Почему? Потому что вот эта корочка, такая красивая, аппетитная, которая снаружи, это фактически карамелизованный сахар. И вообще жарка любых продуктов питания, и вот эта корочка такая вкусная, это для диабетиков ядовито в достаточной степени и опасно. И это очень важные моменты, которые я хотел бы, чтобы вы знали. Есть несколько еще секретов, как поддержать в норме уровень сахара в крови и отрегулировать аппетиты, чтобы быть здоровым. Я рекомендую употреблять овес, а еще также ячмень и грибы шиитаки. Есть такие грибы шиитаки японские, но их выращивают во всем мире. Это чтобы получить бета-глюканы. Это очень полезно для вашего здоровья. Если мы говорим о зерновых продуктах, полностью от них, ну, кто-то от них может полностью отказаться. Я сейчас не говорю об экстремальных таких вещах, я говорю о том, что нужно их разнообразить. Есть, например, и рожь, и ячмень, и гречку, и рис. Но рис не шлифованный, а гречку желательно не жареную. Бобовые очень полезный продукт, и на вашем столе они должны быть тоже регулярно быть. Это фасоль, это бобы разные, это чечевица, это горох и многое другое. Еще есть хорошая крупа киноа, я тоже ее рекомендую. Хорошая вещь для того, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, это семена геа, чия, да, семена чия. И, например, орехи. Орехи грецкие и миндаля самые-самые-самые полезные. Еще, для того, чтобы нормализовать работу поджелудочной железы, я рекомендую готовить блюда из тыквы и кабачков. Причем регулярно их готовить, это лучше всего тушить. Вообще, самый лучший способ приготовления овощей – это тушение. А про фрукты, я, кстати, рассказывал про фрукты, у меня есть специальное видео на нашем канале про фрукты при сахарном диабете. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми получать самые ценные и полезные для вас видео, дорогие друзья. И я очень рекомендую также добавлять ваш завтрак, если вы, допустим, цельными злаками завтракаете, да, в ваш завтрак рекомендую добавлять ложечку корицы. Еще можно ложечку корицы во многие блюда, которые подходят, и супы некоторые добавлять и так далее. Корица – это очень полезно. И при диабете второго типа можно кушать еще намного лучше, полезнее, вкуснее, если знать это, практиковать полностью, как это делать. Для того, чтобы научиться детально этим вещам, я приглашаю вас в совершенно бесплатный мой двухчасовой мастер-класс, на котором я вам расскажу о том, как можно справиться с сахарным диабетом второго типа, используя правильное питание, еще сделаю вам там подарок. Так что вот здесь вот кнопочка для того, чтобы зарегистрироваться на мой мастер-класс. Приходите на мастер-класс, я вас жду. С вами был я, Игорь Целинчук, президент Международного института здоровья человека. Напишите, пожалуйста, внизу, какие у вас есть вопросы по этому видео, как оно вам понравилось, что интересно, что полезно. И, конечно же, поделитесь этим видео со своими близкими, для того, чтобы они могли еще больше узнать о том, как справиться с сахарным диабетом. Подписывайтесь на наш канал, на нем сотни полезных для вас видео. Я вас жду на нашем канале. Все самое лучшее мы отдаем вам для вашего здоровья. Счастья вам, радости и здоровья вам и вашим близким. Увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok